Вы знаете свои обязанности перед родителями? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании. Они говорят, ислам это религия насилия и терроризма. И это утверждение нуждается в корректировке, потому что есть в этом элемент правоты и истины, но также есть преувеличение и ложь. Согласно принципам ислама, это не религия войны или религия сражения, однако это является частью религии. Это часть религии. Во-первых, принцип заключается в том, что убийство невинной души не допускается в исламе. Вообще, потому что Аллах сказал, «По этой причине мы предписали сынам Исраиля, кто убьет человека, не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей». «А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Таков принцип. Убийство невинных людей не дозволяется в исламе. Что мы имеем в виду под невинными людьми? Это те, кто не воюет. Люди, которые не ведут активной войны против мусульман. Как только же они попадут в эту категорию, то это, разумеется, уже не относится к ним. Они говорят, «Но вы мусульмане. Как насчет этого? Как насчет того? Почему вы делаете это?» Мы говорим, «Подождите, подождите, я дам вам возможность». Всем странам в мире я дам вам альтернативу. Как мусульманин, я дам вам альтернативу. «Выбросите все свое оружие в океан». Я призываю вас собрать все ваши армии и расформировать их. Сказать, что все, больше нет армий, нет морских пехотинцев, нет военно-морского флота, нет ВВС. Уберите все, выбросите все ваше оружие. И мы сделаем то же самое. В чем проблема? Почему у вас есть это все? Почему у вас есть оружие? Почему вы участвуете в войнах? Они говорят, «Потому что у нас есть право защищать себя». Потому что наши интересы под угрозой. в этом регионе, на этой территории. Поэтому у нас есть право первичной атаки, чтобы спасти себя от возможного вреда и массового уничтожения. Да ладно тебе. Ты здесь затеял игру. А что вас натолкнуло на такую мысль, что мы какие-то не такие в этом, чем вы? Посмотрите, вы не понимаете, что такое ислам. Ислам – это не религия в том смысле, что все сводится к тому, как ты должен поклоняться своему Творцу пять раз в день и поститься. Это образ жизни. Это государство. И каждое государство имеет право иметь солдат, чтобы защитить его. Почему для вас это норма, а для нас не может быть это нормой? Почему, когда этот парень – христианин Тимоти… Как его фамилия? Тимоти Макуэй. Когда он взорвал федеральное здание в Оклахома-Сити, несколько лет назад. Он был римским католиком. Кто-нибудь сказал про него, что он христианский террорист? Нет. И в последнее время были теракты в Норвегии. Теракты в Норвегии, и я не буду вдаваться в детали. Его имя – Андрес Брейвик, или как там его звали. Ему было 32 года. Он был христианским фундаменталистом. Он говорил об этом открыто. Никто не сказал, что он христианский террорист. Никто не сказал, что христианский террорист сделал так-то и так-то. На самом деле, в начале в новостях пытались сказать, что за этим стоят мусульмане. Но, к их удивлению, это было не так. То есть, если это они делают – это убийца. Если это делаем мы, мы становимся террористами. Это просто игра с людьми. Когда вы откажетесь от своего оружия, мы тоже откажемся от своего. А если вы не отказываетесь и продолжаете сражаться, то почему вы указываете пальцем на нас? Почему вы вовлечены в эти действия? И по правде, кто постоянно находится под гнетом? Кого убивают? Найдете ли вы такую мусульманскую страну, которая бы вторглась в другую страну? Это всегда наоборот. Это вторгаются в мусульманские страны. Сербия, Босния. И список можно продолжать. Ирак, Афганистан. Куда бы вы ни пришли. Палестина. Мы жертвы. А если ты только посмеешь сразиться в отместку, они говорят – посмотрите на этих террористов. В то время как они совершают вещи под эгидой ООН, или как там еще, и у тебя нет права сказать, что они убивают невинных людей. То есть они делают то, что даже мы не делаем. Наш пророк, мир ему и благословение, сказал, что мы не имеем права убивать женщин, убивать детей, стариков, не имеем права сжигать людей, срубать деревья, убивать животных и разрушать дома. Скажите мне, кто из них следует этим прекрасным указаниям в их войнах? Никто. Обычные люди, которых они убивают – это дети, женщины, старики, люди, посвятившие себя поклонению. Они разрушают дома, заводы, фабрики, и список можно продолжать. Все это нормально для них. Когда же мы сделаем что-то, они говорят – это террористы. Мы говорим – нет. В соответствии с определением термина – ими являетесь вы. А мы являемся теми, кого терроризируют. Но наша религия говорит – если мы атакованы, то мы не подставляем вам другую щеку. Почему? Потому что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, был последним пророком. И вы должны понять, что Аллах послал людям две вещи – нрав и законы. Есть вопросы морали – быть добрым, улыбаться, ходить определенным образом, одеваться особым образом, вести себя особым образом, что на самом деле ненаказуемо. И есть законы, которые предусматривают наказание, вещи, за нарушение которых есть наказание, если вы это сделаете. Так, если вы проедете на красный свет, в любой стране мира, разве у полиции нет права остановить вас? Разве они не могут изъять у вас водительские права, посадить тебя в тюрьму, заставить тебя платить штраф? Кто дал им такую власть? Потому что у них есть законы, а ты нарушаешь эти законы. Но как они могут установить это, когда у них будут для начала рычаги управления? Если у полиции не будет власти, вы скажете, «Кто ты такой? Уйди прочь с моих глаз. Я буду ездить так, как мне нравится». Что полиции позволяет арестовывать вас и отправлять в тюрьму, даже несмотря на то, что ты человек, и он человек, власть. Потому что для того, чтобы ислам оставался, должна быть власть закона. Для того, чтобы применить закон, должна быть власть. Это милость Аллаха. Потому что если бы этого не было, люди были бы в замешательстве до скончания времен. Потому что уже не будет пророка после пророка, мир ему и благословение, чтобы возродить то, что уже мертво. Аллах гарантировал, что им будет дана власть, и это требовало войны. После того, как они были атакованы неверующими курайшитами. Они были вынуждены переселиться в другое место. И много лет им не было позволено отвечать в отместку, пока Аллах не позволил им отвечать. И до сих пор даже тот аят, который цитируется христианами и неверующими из Корана «Убивайте их там, где вы их найдете. Сражайтесь на пути Аллаха». Они говорят «Да вот же, посмотрите на вашу религию». Это религия насилия, убийства и так далее. Вы читали свою Библию? Если не читали, то замолчите, потому что ваша Библия переполнена подобным. Моисей приказывал убивать всех женщин, младенцев, лишь оставляя в живых невинных маленьких девочек. Он приказал оставить лишь детей женского пола, которые не познали мужского ложа. А как узнать, что маленькая девочка невинна или нет? Они пытали ее. Если она оказывалась девственницей, они оставляли ее. Если она не была девственницей, они убивали ее. Это то, что говорит их Библия, глава 35 стихи с 17 по 18 и другие главы. Вы можете обратиться к ним, если у вас возникнет желание. И так, в первую очередь, сама Библия поддерживает ту же идею. Эти аяты были не спосланы. Вы должны понять путь Аллаха касательно творений. Путь Аллаха касательно творений, когда Аллах посылал посланников, и люди не верили им. Что происходило после этого? Когда Аллах посылал посланников, они делали им призыв. Вновь и вновь. И они продолжали это отклонять. Что приходило после этого в итоге? Наказание от Аллаха. Христиане отрицают это? Нет. Потому что это есть в их Библии. Людей иное потопили. Множество других народов. Иона, его народ. Все эти люди на самом деле подверглись наказанию. Откуда приходило наказание? От Аллаха. Через что? Обычно это было стихийное бедствие. Теперь, стихийное бедствие предупреждает вас, прежде чем оно настигает? Или оно настаёт внезапно? Оно приходит внезапно. В Коране, в суре Тауба, после того, как Пророк, мир ему и благословение, переселился, им пришлось спасаться бегством. И теперь у них появилась сила. У них появилась возможность. И они стали сильными. Они вернулись в Мекку и просто уничтожили их. У них появилось право их уничтожить. Аллах Всемогущий дал им четыре месяца. Четыре месяца им были даны, чтобы пересмотреть своё неприятие Ислама. Это милость Аллаха к людям через Пророка, мир ему и благословение. Потому что ни одной другой нации не было дано четыре месяца. Стихийное бедствие приходило. У них было какое-то время. Затем всё сразу происходило. Мгновенно. А при Пророке, мир ему и благословение, им было дано четыре месяца. В течение этого времени люди принимали Ислам добровольно. То есть Аллах дал им отсрочку. Он отложил им, потому что путь Аллаха – это наказание неверующих через Пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Вместо того, чтобы стереть их, уничтожить их, Он наказывал их через своего Пророка. Он наказывал их посредством сподвижников, которые всё ещё делали призыв, в процессе которого многие не мусульмане стали мусульманами. Множество блага вышло из такого подхода, в отличие от того, как Аллах до этого посылал землетрясения и уничтожал всех. Так что это то, с чем согласны и христиане тоже. О чём они вообще говорят? Они указывают пальцами, а виноваты сами. Это, как говорят, они бросают камни в стеклянный дом. Итак, мы закончим на этом. Теперь, что Аллах говорит конкретно о тех, кто не сражается с нами? Тех, кто не воюет с нами? Какова наша методология относительно них? Взгляните, что говорит Аллах. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. То есть, каков подход к тем, кто не сражается? Мы должны быть хорошими и стараться относиться к ним справедливо и по-доброму, чтобы привести их в ислам. Вот и всё. Это то, как ислам распространился в Индонезии, большой мусульманской стране. Это то, как ислам распространился истинно, непосредством меча. Он распространился через справедливость мусульман. Но исламу позволено закрепиться на земле, потому что это закон Аллаха. И так же, как они создают законы, эти законы создают люди. Затем они ставят людей у власти, чтобы применить эти законы. У нас тот же принцип, но наш от самого Творца. То есть, они делают дозволенным для них то, что считается запретным у Аллаха. Для них придумывать законы – это нормально. Вы же знаете, у них есть смертная казнь во многих странах мира. Для них нормально казнить в штате Техас, например, насильника. Это норма применить людской закон. И кто-то может сказать, но это несправедливо. Но это норма для их закона, который они изобрели. Но когда мусульмане казнят, они говорят, что вы делаете? Но ведь наш закон хотя бы от Аллаха, а ваши вы сами выдумали. Почему такие двойные стандарты? Потому что они не хотят принимать ислам. И так они пытаются найти ошибки в нем, которых в нем вообще нет.